Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о том, как можно легко справиться с китайскими иероглифами, а точнее как научиться писать быстро, за счет чего мы можем писать быстрее. Поможет нам в этом понимание черт, из чего состоят китайские иероглифы. Давайте посмотрим. На самом деле, вот эти черточки, из которых состоят китайские иероглифы. Их достаточно ограниченное количество. И здесь вы видите простые черточки, простые черты, которые мы используем в написании иероглифов. Например, точка, горизонтальная линия. Видно, да? Мышкой я вам показываю горизонтальная линия, вертикальная линия, откидная влево, откидная вправо, восходящая, вертикальная с крючком. Здесь не все черты представлены, здесь представлены самые простые, которые чаще всего встречаются. То есть, на самом деле, если разобраться, это совсем несложно, да? Просто горизонтальная линия, просто вертикальная линия. Диагональные, да, линии, которые называются откидная влево, откидная вправо, они просто идут по диагонали. И крючочки часто встречаются, они будут встречаться не только на вертикальной линии, но и на других. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь линий. Не так уж сложно запомнить, да? Когда вы будете писать, вы будете понимать, что, о, это горизонтальная линия, о, это вертикальная, это точка. То есть, вы привыкнете их писать, и вам будет понятно, как это делать. Смотрим дальше. Вот здесь наверху представлена группа простых, да, черт, который мы с вами уже с ними познакомились, точка, горизонтальная. Горизонтальная с крючком тоже, восходящая, вертикальная откидная влево, откидная вправо, вертикальная с крючком, и еще вот такая откидная с крючком тоже часто встречаются. Это базовые черты, базовые, ну, те, которые вот самые простые и часто встречаются. Хотя, вот те, которые как бы более сложные черты, да, они тоже, многие из них часто встречаются. Например, вот такая горизонтальная подружилась с вертикальной, и получилась вот такая вот черта, такая вот закорючка, да. Мы ее будем иметь ввиду, как будто это одна черта. И рисовать, и писать ее тоже будем одним махом. Раз. Как вот горизонтальная с крючком идет, да, раз с хвостиком, так же откидная, раз с хвостиком. Так же и это будет писаться не как две черточки, а как одна такая вот черточка. И это тоже раз. Она будет писаться вертикаль и горизонталь. И вот они, следующая третья тоже, как одна идет горизонтальная, откидная, или такая раз. Вот. Потом, когда вы потренируетесь писать вот эти более сложные черты, особенно те, которые с крючочками, то вы привыкнете. Эти крючочки вообще очень, не знаю, мне вот нравятся эти крючочки добавлять. Конечно, когда вы пишете ручкой там или карандашом, не такой эффект замечательный, но кисточкой писать сложно достаточно, сложно. Можно потренироваться фломастером, фломастером интересно писать черточки. Вот. И опять-таки повторюсь, их, этих черт, черт, да, их ограниченное количество, соответственно, все их можно прописать и запомнить. Некоторые, например, там, ну, пореже встречаются, а те, которые часто встречаются, вот, вы очень быстро привыкнете их писать и будете понимать, как, как ваша рука двигается, как двигается ваше перо, скажем так, да, что поехали дальше. Смотрите, ну-ка сделаем поближе. Вот у нас, например, первые здесь примеры есть, горизонтальная черта и вот иероглиф. Этот иероглиф «та», большой, означает по-русски слово «большой», да, ну, как раз нам выделены, видите, горизонтальная черта, где находится это что? Откидная налево, откидная направо. Следующая, вертикальная черта, горизонтальная, вертикальная. Ну, это простой, да, иероглиф выглядит простенько. Здесь откидная налево, откидная направо. Точка, видите, сверху точка. И дальше уже пошел иероглиф. Или здесь представлена, когда такая более сложная, да, уже черта. Мы договорились, что мы воспринимаем как одну черту, она очень часто будет встречаться. И в этом иероглифе мы будем писать раз вертикальная, два, вот это интересная, да, черточка, и три у нас будет нижняя горизонтальная черта. Раз, два, три. Видно, что я там мышкой провожу. Вот. Ну, здесь понятно, здесь маленький, такой несложный иероглиф. Он состоит из двух черт. В этом иероглифе, видите, красное показывает восходящее. Вот красным цветом обозначены разные виды черт, которые прямо вот можно увидеть в иероглифе. Вертикальный с крючочком часто встречается. Вот такая черта тоже часто встречается. Что тут еще? Ну и другие. Давайте еще быстренько посмотрим. Горизонтальная с крючочком часто встречается. Ее прямо здесь хорошо видно, да? Вот такая интересная черта. Вы их запомните, вот их, как они выглядят, их типажи. И когда вы смотрите на иероглиф, вы сразу понимаете, из чего они состоят. Давайте потренируемся, например, вот здесь. Иероглиф ЧЮ и ТИ по-русски означает. Упс. Продолжаем. Горизонтальная. Видите горизонтальную здесь черточку? По длине горизонтальная черточка. Видите? Вертикальную. Видите черточку? Красная вот эта идет, которая тоже, она как одна у нас. И вот здесь еще точка. Видите? Помните, вот такая была раз, как галочка. Вот она здесь присутствует в женском иероглифе. Горизонтальную видите? И откидная налево. То есть, если вы внимательно будете присматриваться, то сразу заметите, из чего состоит иероглиф. Ну, последний давайте посмотрим. Вот этот иероглиф ООО. По-русски означает Я. Восходящая. Горизонтальная. Вертикальная с крючочком. Восходящая. Откидная с крючочком. Откидная влево. И точка. Заметили? Ну, то есть, в принципе, все эти черточки мы уже с вами разобрали. И, казалось бы, тут много всего, а на самом деле некоторые из них даже повторяются. Ну-ка, пойдем дальше. Смотрите. Вот, например, здесь вот этот иероглиф. А что мы здесь видим? точка. И раз, два, три горизонтальных черточки повторяются, да? Вообще легко писать. И здесь будет такой квадратик. Кстати, где он у нас? А вот он. А вот этот иероглиф КОО означает по-русски род. Он, ну, часто достаточно встречается и в составе иероглифов, скажем так. На будущее запомните, что мы его пишем сначала вертикальная, потом вот эта черточка изогнутая и горизонтальная. Соответственно, здесь будет нам легко уже понять точка. Три горизонтальных и вот этот квадратик. Вартикальная, изогнутая и горизонтальная. Опять, он показывает здесь пример, в табличке показан пример с горизонтальной черточкой. И в этом иероглифе аж четыре штуки. Три сверху и внизу здесь одна. То есть, по сути, иероглиф кажется такой, ну, много, да, в нем всего. А на самом деле, если разобраться, там горизонтальные черты, точка, одна вертикальная, одна изогнутая. Все, там делать нечего в этом иероглифе. Или, например, сделаю побольше. Или, например, кажется, что вот здесь, да, какие-то нагроможденные иероглифы, но если вы посмотрите повнимательнее, то посередине мы увидим с вами как раз тот иероглиф, который мы только что разбирали. Вот этот точка. Три горизонтальных, внизу квадратик, видите? А по бокам, видите, одинаковые части? Тоже они состоят из... Где она? Здесь нету. Тоже они состоят из отдельных черточек. Просто здесь все мелко. Но вы увидели, да, что вот эта часть сюда зашла в середину. То есть мы эту часть уже легко написали. Ну и потом остальные части тоже несложно пишутся. Так, что еще? Вот интересно показано вот эта откидная с крючочком, как она вот встречается в иероглифах. Видите? А здесь, например, большой квадратик и внутри маленький квадратик. А здесь тоже большой и внутри маленький забрался. Видите? Примеры для изогнутой черты. Горизонтальная с вертикальной. Вместе пишем вертикальная, изогнутая. Еще раз внутри. Вертикальная, изогнутая, горизонтальная и горизонтальная. То есть, когда мы пишем иероглифы, мы понимаем, из чего они состоят. Мы научились, как бы привыкли, да, уже рукой писать эти черты. И мы их пишем красиво, в правильном направлении, с нужным нажимом. Потому что, ну, конечно, если вы пишете ручкой, там линия одинаковая, да, получается. Но если вы фломастером тренируетесь, или там, может быть, даже кисточкой, то у вас могут получиться буквы с нажимом. Где бы вам показать? Вот видите, черта здесь пожирнее, а здесь потоньше, да. То есть, если кисточкой вы будете писать, она будет вначале жирненькая, а потом тоньше. Ну, ладно, поехали дальше. Смотрите, что хочу вам еще здесь рассказать. Мы подбираемся, собственно, к секрету того, как быстро писать китайские иероглифы. Что я вам хотела рассказать в этом видео, да. В этой табличке представлены иероглифы, у которых две черты, с двумя чертами. Как скажете, две черты, да посмотрите, тут же много всего. Но давайте вместе считать. Здесь-то понятно, горизонтальная и вертикальная с хвостиком, с крючком. Раз, два, здесь горизонтальная и изогнутая, два, здесь раз, вот это за козючка, два, откидная влево. Это тоже была такая составная черта, мы ее просто с вами подробно не разбирали, но это одна черта. Здесь тоже раз, с крючком, это одна черта, и откидная влево, два, и изогнутая, вертикальная, с крючком, два. Здесь понятно, раз, два, откидная, откидная, раз, два, раз, два, раз, два. Что тут у нас тоже, вот это раз, откидная влево, два. И вот это, помните, была раз такая изогнутая, откидная вправо, два. Ну, здесь понятно, раз, два, раз, два. Вот, таким образом, если некоторые иероглифы вам кажутся какими-то запутанными и сложными, или, например, даже здесь что-то более, кажется, многочисленное, на самом деле всего две черты. И черты, они вам уже знакомы, если вы их выписали себе в столбик и потренировались их писать, как в детстве, да, мы делали прописи. Нарисовали в столбик все черты и каждую полосочку прописали, каждую строчку прописали, каждые черты. Вы уже привыкнете их писать и будете быстро вот эту изогнутую писать. Раз, два. Таким образом, у вас иероглифы, которые с первого взгляда кажутся сложными, разделятся на строки. И это будет не 10 строк, не 10 черточек, да, строки в том смысле строк, все это я по-английски сказала, черточки, да, черты. Это будет не 10 черточек в этом иероглифе, да, а всего две. Раз вы напишите, два. А так бы вы сидели и думали, как это писать. Вот. А, конечно, те иероглифы, которые мы сейчас видим, это печатные варианты, более такие понятные глазу. Но когда вы разберетесь с чертами, привыкнете их писать, то ваш стиль письма, он будет шустрее, быстрее и может быть даже будет выглядеть, дайте приближу, будет, видно, да, здесь будет выглядеть как-то так, как-то так, достаточно сумбурно. То есть, конечно же, те люди, которые используют китайскую письменность, они не сидят и не вырисовывают каждый иероглиф так, как будто это напечатанные иероглифы. Они пишут быстро, и их написание с трудом, да, читается. У каждого свой почерк, плюс те люди, которые занимаются каллиграфией, они пишут разными стилями письма, разные вот. Они как бы существуют, да, стили, может быть, кто-то свой стиль какой-то разрабатывает. Поэтому, когда вы понимаете, из каких строк, черточек, черт состоит иероглиф, вы их видите. Даже в рукописном быстром-быстром шрифте, да, от руки, вы все равно можете разглядеть эти черты, потому что вы понимаете, в каком направлении она идет, горизонтальная или вертикальная, или по диагонали она откидная, или там какая-то составная черта, которая идет зигзагом, да, каким-то. То есть вы это уже все просматриваете. Поэтому тот секрет, который я хотела сегодня с вами поделиться, он о том, что нужно просто научиться писать черты, привыкнуть их писать. Соответственно, ваши черты будут не только состоять из горизонтальных и вертикальных, но также из более сложных черт. И ваше письмо будет шустрее. И когда вы будете смотреть на иероглифы, вы будете сразу видеть в них составляющие их черты. И будете и смотреть быстрее, понимать, что написано, и писать будете быстрее. Но есть еще один небольшой секрет. Давайте по поводу него я сниму следующее видео. Так что оставайтесь на связи, подписывайтесь на мой канал. Если у вас есть какие-то вопросы про китайский язык, про Тайвань, про путешествия, вообще про Азию какие-то интересности, пишите в комментариях вопросы. Я сниму по ним новые видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok